Ну, где-то, наверное, с Нового года. С начала года вторая часть счет-фактуры у жительницы дома по улице Пролетарска не расписана. По словам соудата Софиулиной, за разъяснениями казанцы обращались в свою управляющую компанию. Даже непонятно, за что платим. Одни крестики стоят. Для чего они убрали это, я не знаю. Ну, они все отговорки делают, что им куда-то обращаться велят, а там же никуда не дозвонишься. Полупустые квитанции привели к буму возмущений среди казанцев, говорит и Дмитрий Романов. Каждый второй житель столицы обращается в Центр общественного контроля в сфере ЖКХ с вопросом, что спрятано в строке расхода на содержание жилого помещения. Расписывать или не расписывать статьи расходов в квитанциях – это решение самих жилищников, отмечает общественник. По его словам, строгого регламента по заполнению счет-фактур просто не существует. Счет-фактуры имеет рекомендательный характер. Но так как собственники считают, что она непрозрачна, управляющая компания, я считаю, обязаны расписывать. Так было бы меньше вопросов. Между тем, такими квитанциями заинтересовались и в антимонопольной службе. Поводом для проверки стало коллективное заявление 25 казанцев. Жители столицы уверены, что не расписывая статью расходов за содержание жилого помещения, управляющие компании взымают с них деньги за телевизионные антенны, которые на их домах установлены незаконно. По каким-то домам действительно имущество системы коллективного приема телевидения, оно включено в состав общедомового имущества. Если же доказательств и документов нет, что эта система включена в состав общедомового имущества, то по этим домам начислять плату нельзя. Мы можем предполагать только. Однозначно говорить нельзя, но если в расчетном документе одна строка и в ней сидит общая сумма без детализации, а в этой детализации там порядка десятка строк должно быть. Поэтому можно сказать, что в целях ухода от раскрытия информации как раз это было сделано и в одну строку включена плата. УФА сдал единому расчетному центру предписание раскрывать информацию в счетах-фактурах на выполнение предупреждения 45 дней. Это значит, что платежки за август должны быть полностью расписаны. Если же казанцы хотят получить информацию о расходах на содержание жилого помещения сейчас, то они могут обратиться за разъяснениями в свою управляющую компанию, говорят общественники. По их словам, жилищники обязаны предоставить информацию.